Доброго времени суток! Добро пожаловать на канал Пермансер, и это новая серия по игре Хронокросс. Приятного просмотра! В предыдущей серии мы попали в домашний мир и пришли в деревню Арни. Там мы сразились с Радиусом, и он к нам присоединился, по сути. А, ну ещё мы выбрались из непонятного мира, вроде как его называют временная воронка, что ли, или что-то такое. Пространственная воронка, вот. Ну и, по сути, всё. Ладненько, давайте продолжим. Путь нас лежит через деревню Сосуда. Пойдёмте сюда. Насколько помним, то что порции, какие здесь стояли, они нам преграждали дорогу. Эй, гляньте-ка на лицо этого парня, жуть какая! Наше исследование окончено, давайте сматываться отсюда! Я хочу вернуться в пора! Ну, в пор, наверное. Окей. Я так понимаю, монстры здесь абсолютно те же, что и были в предыдущем раз, когда мы здесь были. Давайте сразимся. Донго-мама, по-моему, это... Или Динго-мама, я уже не помню, как она называлась. Мама-динго. Во. Давайте её победим. Элемент. Ну, не знаю, давайте какой-нибудь на неё гравит удар используем, да пойдём дальше. Пока она нас не трогает. А, она же лучшая, кстати. А, ну её надо бы и забрать. Надо бы её последней спригой давить. Значит, она нас в любом случае покусает, да? Ладненько, я понял. Так, всё. Теперь переходим к сприге, и сприга должна её добить. Причём только сприга. Сприга её добила, ну и хорошо, по сути. Всё. У нас теперь ещё и в меню доппельгов открылась Динго-мама. Так, Линкс получила одно хп, сприга получила одно хп, и максимальное лечение применяем. Харли не стала поднимать хп, ну и ладно. Усиление получено всего 10 гилей. Ну, ладненько, пусть будет. Так, давайте прогульнёмся по тем же самым местам, по какими мы гуляли в прошлый раз. Это поднимались наверх. Я пытался подняться там, где нет подъёма. Так, тут ещё этот... А как его звали-то? Я даже не помню, как этот монстр назывался. Так, тут тоже есть монстр. Два штуки аж таких непонятных столба, из которых вылазит всякая фиговина. Линкс получил обрамление ночное виденье. Ну, чё-то такое, мне оно не нравится. Оно, конечно, забавное, но оно мне не нравится. Не, не пойдёт. Не буду я его использовать. Додо, вот, это Додо. Давайте вот этих Дронго убьём. Э? Оно стояло на месте и увернулось? Что? Ладно, окей, пусть будет так. Не знаю, давайте его чем-нибудь убьём. Ну, например, плавным хуком. Пусть будет так. Вот эта сосиска, выглядывающая, это что-то странное. Из какого-то непонятного дупла. Так, ну, оно почти умерло. Оно почти умерло. Надо бы её чем-нибудь добить. Ну, пусть будет аэровзрыв. Хотя, на самом деле, электромолнией надо было стучать. По шапке. Ну, ладно, пусть будет аэровзрыв минус. Так, убиваем второго Дронго. Украсть мы всё равно с них ничего не можем. На этого убьём электромолнией. Сприга у нас добила одного. Значит, а если что, у неё будет этот тип монстра в допеле. В допельганге будет. Так, а теперь нам надо Додо убить. И добить её Спригой. Я, на самом деле, боюсь его чем-либо бить. Потому что я боюсь его убью. Тёмными заклинаниями. Поэтому не будем сильно распаляться на это дело. Сприга, давай ты его убьёшь, а? Понятно, ты его не убьёшь. Явно не убьёшь. У тебя тупо урона не хватит. На, так он ещё и уворачивается. Красота какая. Ладно, в защиту уходим. Так, ну ты сегодня хотя бы это самое нагнёшься, нет? Чтоб я понимал, что у тебя ХП мало осталось. Вот, всё. Так, Сприга, давай к тебе переходим опять. Пытаемся добить его. Понятно. Элемент электромолнии. Он всё равно выжил. Карп! Опять шумит. Чё шумит? Непонятно. Клюв. Так ещё и бьёт Спригу. Ну ладно, я думаю, она переживёт эту атаку. Ух, ё-моё. А это было, кстати, неприятно очень. Ну просто мне очень надо, чтоб она его добила. Так, Линкс, нет. Мне нужна Сприга. Стоит сразу за второй атаки. О, отлично. Минус. Так, 146 гилья, Сприга получила одно ХП. Так, восстанавливаем всех и найден панцирь. Откуда у Додо панцирь вообще? Странная штука. Ладно. А, их тут столько даже много. Ну окей. Так, кто у нас тут? Тот же самый набор. Ну тогда не будем уже пытаться как-то их убить по-другому. Будем бить постоянно и всех. Он, гравитонный. Сразу всех убьём и всё. И пойдём дальше. Хотя убить мы их вряд ли убьём. Ну да, конечно. Кар! Так, сейчас опять каким-то непонятным шариком в нас закинут. Харли, давай теперь ты. Раз. Два. А, даже так? Удобно устроилось. С твоим-то уроном, на самом деле, с другой стороны. Элемент. То есть тот же самый гравитонный у тебя где-то было. А, нет, у тебя не было? Ну, у тебя есть лучи луны. Давай его применяй. Опять громкий кар. Так, ну и сприга давай, наверное, добивай его. А, он ещё живой и живее всех живых будет, да? Так, по голове Харлина стучали. На 108. Блин, урона на самом деле у него много. Ну, давай элемент какой-нибудь электромолнии применим опять-таки. Нанесём ему много повреждений тем самым. Хотя ему больше повреждений несут тёмные атаки, поэтому даже не знаю. Кар! Что ж ты так шумишь-то, а? Кар, кар. Шумный, больно. Отъезжай давай. Отлично. Так, а по итогу 146 гилей, 1 хп у Линкса, 1 у Сприги и 1 хп у Харли плюс 1 сила. Максимальное лечение. Отлично, все полные. 2 пранцера и 1 перо. Ну, вот это уже больше похоже на Додо. Так, давай мы с тобой чуть-чуть позже разберёмся. Да, я пойду сундук соберу сначала. А, там сундук охраняют. Линкс нашёл Митрил. Ну, Митрил так Митрил. Так, опять набор всё тот же самый. Давайте сразу с Додо начнём. Мы уже уловили смысл того, что он в любом случае бьёт, убьёт вот этих двоих, которые окружают его. Точнее, они отъедут в любом случае. А вот Додо принесёт нам много проблем. Угу, кар сразу. Чё каркаешь? Не каркай. Продолжаем бить его. Ага, понятно. В нас сосиски пуляются всякой непонятной фигнёй. Так, Харли, вернись. Будем, наверное, лунное сияние использовать, да? А, это всех друзей. Значит, лучи лунной будут. Всех врагов. Так, какой результат. Отличный результат. Меня просто устраивает, какой этот, блин, результат был. Великолепно. Во, всё, отлично. Теперь всё пошло куда более по плану, чем было изначально. Так, 146 гилей. Максимальное лечение. И два панциря найдено. Так, в сундуке был Митрил. Можно было ещё раз не озвучивать этого. Так, пойдём мы к вот этому или не пойдём, товарища? Да ну его в пенёк, блин. Не, муторный он какой-то. Давайте спускаемся вниз. Там нас всё равно ещё до-до ждёт. С сундуком вместе. Да, не прыгай. Успокойся. Всё, фу. Дай сундук спокойно возьму и уведу. А, уйти мне не получится, да? Ну, давайте поделёмся. Давай. Иди сюда. Так, он, их тут двое. А вот это уже неприятно. Будет проблемно. Ага, он пытается счёт поймать. Белое. Или бесцветное. А вот фиг его знает, что он хочет поймать. Второй тоже. И теперь, внимание, вопрос. А чё вы ловите? Ну, явно не плавный хук. Это сто процентов. Кар. Угу. Да-да. Кар. Каркайте, каркайте, пожалуйста. Самое обидное то, что мы не видим, какие ловушки они пытаются на нас использовать. Так, минус один. Угу. Карк второй орёт. Сприга, давай, добивай его, наверное. У него не так много хп, насколько я знаю. Ну и пусть будет электромолния. Ловушки, насколько я знаю, используются для более такой высокоуровневой магии. Поэтому я думаю, что даже используя на нас ловушки, они всё равно с нас ничего не выбьют. Маленького уровня, имеется в виду. Ну, собственно, мы победили, и всё. Проблем они нам не доставили, поэтому какая разница. Вообще пофиг. Так, стадион шесть гилей. Они нас даже не били, кстати. И два пера. Отлично. Ну что, поднимаемся назад. Сколько у нас уже метрила? По-моему, три штучки. Или четыре. Так, ребят, с вами драться я не буду, вы слишком муторные. Не хочу. Я с вами уже подрался, вы у нас в коллекции есть, поэтому я пойду дальше. Эээ, он тут откатывается. Понятно. Так, ещё одна собака. Не буду даже с тобой возиться. Пойдём дальше. Так, а дальше мы, наверное, пойдём... Пойдём, наверное, мы куда. Давайте, наверное, зайдём в термины сначала. Она тут немножко другая, насколько я знаю. Воу. Линкс, как у тебя хватило наглости вернуться в этот город? Проваливай отсюда. Похоже, вас здесь не совсем ждут. Люди очень эгоистичны, да? Подумай только. Они раньше низко клайнились, заискивая перед Маншерлинском. Линксом. Они всегда ищут кого-нибудь или что-нибудь, на кого можно перевести стрелки. Ладненько. Так, тут есть... Я надеюсь, тут расстановка города примерно такая же, как и была до этого. Ну, я надеюсь, что здесь ничего не поменялось. О, блин. Поменялось, кстати. Он более такой военизированный город стал. Давайте зайдем, наверное, тогда сначала к кузнецу. Интересно, здесь кузнечат еще, нет? Кстати, нет. Здесь больше не кузнечат. Запа. Запа и Зипа. Да, пусть будет так. Здесь в кузнице всегда горел огонь с незапамятных времен. Грустно видеть его без огня. Ее без огня. Мои извинения, закрытие магазина, мое собственное желание. Я уже тебя достаточно наслушалась, и я не хочу слышать от тебя, что теперь это глупо. Не бери в голову, дорогая. Подожди. Не бери в голову, дорогая. Это, наверное, Запа уже обращается к Зипе. Не бери в голову, дорогая. Так, ты действительно едешь? А, дорогой, наверное. Ну тогда ладно. Да. Теперь, когда у меня нет магазина, я бы сказал, что пора закончить то, что я начал давным-давно. Ты оставайся здесь и жди, когда вернется Карш. Уже три года. Это время для нас было не очень удачным. Наши лучшие защитники, другое, и пропали. Армия Пора возьмется за наши задницы. Но раз у нас были плохие времена до сих пор, я уверен, а... Теперь-то все будет гораздо лучше. Наш сын, наверное, тоже в порядке. Да? Мне кажется, вы не здешние. Вы занимая... Вы знаете о вещах под названием Радуга? Это великолепный материал, из которого можно выковать все, что угодно. Я подумываю о том, чтобы найти эту Радугу. Вы не возражаете, если я присоединюсь к вам, а? Ну, пожалуйста. О, замечательно. Тогда я дам вам это. Используй, когда потребуется. Я найду вас и сделаю свое дело. Где бы вы ни были, даю слово. Линкс получил дух кузнеца. Великолепно. Запа присоединился к вашей команде. Да, он останется, как его звали, Запа, так он останется Запой. Так, ну пока мы не будем его брать, пускай он пока лежит у нас вместе со всеми остальными. Зови меня когда-то понадобились. Так, дух кузнеца, значит. Ага, только на карте, походу, применять можно, либо на местах сохранения. Вы все путешественники, так ведь? Вы видели где-нибудь нашего сына? Его имя Карш. Он довольно резкая личность, но он хороший парень. Трудно иметь сына, который стал рыцарем. Никогда не знаешь, когда он может вернуться, как призрак в доспехах. Интересно, что могло произойти в Мертвом море? Если бы я могла увидеть моего сына снова, я бы больше ни о чем не просила. О, простите, что огорчила вас, ладно? Если вы найдете его, просто скажите ему, чтобы он ненадолго вернулся. Ясненько, окей. Так, теперь можно заглянуть в домик богачей. Не факт, что он... Ну да, он не выглядит уже как домик богачей, поэтому давайте доползнем до тут, да посмотрим. Сами взглянем, так сказать, на то, что там на самом деле имеется. Так, мужичок кайсует картины. Фью. Вы друзья Вана, он в дальней комнате. А, вон оно как. Давайте заглянем. По крайней мере, стучитесь прежде, чем войти. Вы, ребята, туристы? Если вы хотите, я вам все здесь покажу. Конечно же, за скромную плату. Я думаю, это и неплохая сделка. Ну, ну так как? Хм. Ну, давай. Отлично. Это... А? Ты уже очень давно был должен расплатиться с долгами, я больше не намерен ждать. Или ты сейчас же заплатишь, или я заставлю тебя убраться из этого дома. Но что тогда будет с моим сыном? Нет, это меня не касается. Я хочу переобовыдывать это место под свое хранилище сокровищ. Эй, подожди, я заплачу долг. Что ж, это интересно. Как себя чувствует сегодня мистер Уан, младший? Сколько ты смог накопить за своего жалования? Это уж не твое дело. Вот что у меня есть. Ха, этого явно не хватит. Удачи. В другой раз. Эй, подожди еще немножко. Тогда я достану тебе все деньги. Что ты собираешься делать, маленький Уан? Не трать свою энергию на всякие глупости. Я отправляюсь на поиски замерзшего пламени вместе с этими ребятами. Поэтому, пожалуйста, подождите еще чуть-чуть. Ах, послушайте его. Ты довольно умен, но ты все еще ребенок. Как это наивно, с твоей стороны, верить в глупые сказки о замерзшем пламени? Это, наверное, шутка, не так ли? Блин, я даже не знаю. Ну, я-то примерно знаю то, что на самом деле это... Как это назвать-то? Замерзшее пламя не шутка, но... Ладно, давайте ответим первое. Может, тогда там все будет более-менее. Удивительно. Вы действительно верите в эту легенду? Вы что, все сумасшедшие, что ли? Ха-ха, но это неплохая шутка. Замерзшее пламя должно быть сокровищем всех сокровищ. Даже если это просто легенда, то уж она очень привлекательная. Хорошо, я подожду еще немного. Держи замерзшее пламя наготове, когда я вернусь обратно. Смотри, не обожгись. Хотя вряд ли ты его сможешь найти. Ха-ха-ха. Как это нечестно с ее стороны так унижать нас из-за нашей нищеты? Если бы у нас были деньги... Если бы у нас были деньги, этого бы никогда не случилось. Эй, эй, Ван, ничего подобного. К тому же, даже если бы у нас были деньги... Не хочу это слышать от тебя, отец. Где мы будем жить завтра? У нас нет денег, потому что мы не продаем картины, которые находятся в этой комнате. Извини, Ван. Эти картины не настолько хороши, чтобы их продавать. Я хочу продавать только хорошие картины тем, кто понимает смысл моей работы. Отлично. Тогда именно мне придется искать место, где нам жить. Тебе нравится наблюдать за семейными ссорами? Здесь абсолютно нет ничего интересного, так что отшиваться здесь смысла нет. Спасибо. Спасибо за то, что выслушал мой фиктивный рассказ. Вот такое. Хэм, кажется, это неплохая картина. Так почему она не продается? Папа не очень-то стремится продавать свои работы. Он говорит, такие заумные фразы, вроде того, что он продаст тому, кто поймет смысл его картин. Что ж, тогда мне придется найти деньги самому. Так, посмотрим. Моя копилка. Да, она здесь. Так, деньги тоже здесь. Теперь самое трудное найти место для жилья. Дальше идет. Папина собственная краска. Голубой Эль Нидо. Ну, если нарисовать это краской море, то картина будет пахнуть морской волной. Ой, морской водой, наверное. Если бы я был папой, то продал бы саму краску и заработал бы кучу денег. Это ракушка. Мама. Единственная память о маме, это ракушка. Хм, она тряснула. Я не слышу больше шума моря. Но я... Я все помню. Мама нашла эту ракушку и аккуратно приложила к моему уху. И я помню этот звук. Звук моря. Я очень злился, потому что не смог забрать домой песочный замок, который я построил в тот день. И теперь нам нужно съезжать с дома, в котором мы жили с мамой. Но не волнуйся, мама, я позабочусь о папе вместо тебя. Да, грустненько немножко. Ван... Ван приходило всегда разбираться с нашими проблемами. С самого раннего детства я ограничил его во всем. И поэтому он вырос таким язвительным. Но в сердце он очень добрый, каким была его мать. Какой была его мать? Хотел бы я когда-нибудь позволить ему делать все, что он хочет, как другие дети. Вы все еще здесь? Вам что-то нужно или вы хотите прикупить картины моего отца? Вообще-то, как ты сам говорил, мы действительно ищем замерзшее пламя. А? Если вы насмехаетесь, то вы меня разозлили. О, я понял. Вы все как-то пытаетесь меня взбодрить. Не стоит меня недооценивать из-за того, что я еще ребенок. Я знаю, что такой вещи в мире не существует. Или вы все полные идиоты? Тебе решать, верить нам или нет. А не смотрите на меня так, вы напоминаете мне о маме. По вашим глазам я вижу, что вы говорите мне правду. Даже я-то вижу. Но я не могу это сделать. Я не могу отстаивать отца... Оставить отца без присмотра и отправиться в дурацкое путешествие. Хотя это заманчиво. Со мной все будет хорошо, Ван. Тебе не нужно искать никакое замерзшее пламя. Я хочу, чтобы ты пошел посмотреть мир и расширил горизонты своих познаний. Из всех живущих на Земле людей, люди... Ой, лишь немногие абсолютно счастливы. Нет, возможно, даже те, которые кажутся счастливыми, на самом деле несчастны. Я хочу, чтобы ты выяснил для себя, что значит настоящее счастье. Так что иди. Папа? Ван? Не забывай запираться на ночь. Будет плохо, если картину украдут. Хорошо, будь осторожен. О да, подожди-ка. Возьми это с собой. Это бумеранг? Пап, я не иду играть в игровую. Что мне делать с этой игрушкой? Это не игрушка. Во время путешествия может возникнуть опасность. В такое время он тебе пригодится. И бумеранг вернется обратно к тебе, даже после броска. Я хочу, чтобы это служило тебе напоминанием. Так это амулет, да? Хм, я не верю в такие вещи, но ладно. Я его возьму с собой на всякий случай. Хорошо, надо скорее идти. Пока она не вернулась. Иван присоединился к команде. Ну, пусть его зовут Ван. Все, все в порядке. Нет, мы его, опять же, пока с собой брать не будем. Это чисто сборка людей. Так, ну-ка. Гок, пожалуйста, приглядывайте за Ван... За Ваном для меня. Блин, я думал, с ним можно побухтеть по поводу картин. Можно было попробовать что-нибудь выкупить у него. Ну, фиг, ладно. Фиг с ним. Так, теперь мы отправляемся, наверное... Ну, правильно будет направиться... Ммм... В темный лес. В тенистый лес, точнее, извините. Не темный, тенистый. Так, выходим из города. Хотя, подождите. А давайте к Лизе зайдем. Это та... Уважаемая, которая продавала элементы. Добро пожаловать. Сейчас у нас небольшой ассортимент, но, пожалуйста, посмотрите. Спасибо. Купить. Что у вас есть? А, да, по сути, все это у меня уже есть. Да, по сути, есть. Ну, пару кустов громадина я, правда, купил бы. Пяточек, пускай будет. А так, по сути... Мне больше ничего и не надо. Ладненько, пойдем тогда отсюда. Так... Направляемся в тенистый лес. Пойдемте туда. Так, где он тут начинается? Вот он, тенистый лес. Давайте прогуляемся, посмотрим, что здесь. А, здесь опять эти монстры непонятного рода и племени, луковички. Не хотелось бы с ними, на самом деле, связываться. Тем более, на уровень мы уже набрали. Если мы будем сражаться с боссом, то спокойненько с ним сразимся. О, это новый тип монстров. С ним я сражусь, пожалуй. Тем более, там сверху есть сундук. Надо бы его подобрать. Так, здрасте. Суз, кускус. А, это кускус. Или кускус. Не знаю. Пусть будет кускус. А, ему вообще чисто трактором, но то, что я сделал. На самом деле, обидно. Ты тут такой стараешься, пытаешься, а ему такой вот сидит и лапой чешет голову. Нормально. Удобно устроился. А, они тоже гравитону используют. А вот это неприятно. Мягко сказать, неприятно. Так. Кускусы. Нам бы вас как-нибудь, это, отметелить бы, наверное. Опять гравитона. Отпустите меня. Хватит меня бить. Так. Вторая атака была. Ну и пофиг, будет вторая еще одна. Так. Крайнего не трогаем. Пускай он пока умирает постепенно. Нам нужна спрыга, которая ее добьет. О, спрыга тем более откатилась. Это прекрасно. Давайте добиваем эту штуку. Даже не знаю, кого он не напоминает. Ну и лучше не знать. Так, 72 гилины всего. Максимальное лечение. Получен глаз летучей мыши, глаз орла. Два штуки. Ясненько. Понял вас. Так, Кус-Кус. Ты нас не пропустишь, да, к сундуку? Ну ладно. А, сундук вообще с другой стороны находится. Горяевенько немножко, да. Ладно, согласен. Раз, два, три. Минус. Отлично. Так, это вообще какая стихия-то по цвету? Зеленый, да? А у меня желтое есть что-нибудь? Чтобы ускорить этот процесс. Вон, электротолчком его. Бах, по голове. И дальше пойдем. Так, сприга, давай ты. У тебя тоже есть желтый элемент, я знаю. Не, не дали добить. Не дали закончить, так скажем. Придется перечуживать. Придется переделывать немножко эту всю систему. Ну, ладненько, неважно. Па-бам. Все, готово. Так, 48 гилей. Максимальное лечение. Глаз Орла. Так, а я с этой стороны сундук могу взять, да? Линкс нашел капсулу. Ау, нет, все-таки с этой стороны, ясненько. Так, здесь мы должны найти какой-то грибок. Так, еще один сундук, кстати говоря. Митрил. Митрил. Прекрасно, пусть будет метрил. Митрилы нам нужны. На всякие инструменты. Так, луичи, луковички, не трожьте меня, пожалуйста. Спасибо. Так, давайте пойдем дальше. Что-то странно, но я не вижу тут грибок. Хм, странно. Мы должны были найти здесь где-то грибок. Но грибок я не вижу. У нас он вряд ли есть, конечно. Даже не пытайтесь... Эй, хотите поесть со мной горячей похлебки? Ну, это будет вам стоить, так посмотрим. Ага, принесите мне гриб. Я дам вам это сокровище, если вы мне принесете гриб, который меня поразит. Понятно. Так, давайте их убьем сначала. Наверное, придется в этом все-таки лесу совершить полную зачистку. Тогда мы спокойненько сможем пройти дальше и безо всяких проблем. Так, давайте добиваем. Да, добили. Все. Так, 48 гилей, два глаза орла. Окей. Так, значится, не здесь. А как ты нас достал, луковичка? Я что-то не понял. Я же по верху бежал, а ты по низу шла. Болт. Лампочка. Украсть у них все равно ничего не получится, потому что нам нечем красть. Да и по сути я уверен, что кроме как... Как это назвать-то правильно? Кроме семени мы у них украсть все равно ничего не сможем. Так. Какие они шустрые. Уворотливые, блин. Сприга, давай добивай вот этого. Пускай он останется у тебя в памяти. Да ты издеваешься. Вынуждает меня пользоваться элементами. Ну куда деваться? Ну попользовались немножко. Ну... Хорош уворачиваться. Не, Сприга, ты стой на месте. Ну тебе в пенек. У тебя одну очковую выносливость всего. Все, пойдем дальше искать грибок. Так, найдено 260 гилей. Максимальное лечение. Два семени. Ну как я и говорил, семя будет с них. Толку-то, блин. Еще что-то искать. Так, значится не здесь, да? Здесь у нас ничего нет. Здесь тоже пусто. Сюда прохода нет. Давайте попробуем пошевелить вот эту хреновину на первом экране. А, тут луковички, точно. Ладно, сейчас с луковичками как-нибудь разберемся. А, она тем более одна всего. Блин, как меня бесит то, что они прерывают мой ход. Это жутко бесит. Так, ну и вторую тогда. Вторая будет его атаковать Сприга. Блин, добить бы его на самом деле. На всякий случай. Чтобы он точно отметился. Да и проверить вообще. Список допелей. Какие у нас там допели есть. Так, все, отлично. Победа. Получено 130 гилей. Максимальное лечение. И одно семя найдено было. Ладненько. Так. Тебя трогать нельзя, да? Ты даже звуков не издаешь. Может сумку ароматов применить? Я не знаю. Вот она, она. Не, это пофиг вообще. Типа. Ну и использовал ты ее еще. Для нас ты как не существовал, так и не существуешь. Ладно. Умирай, давай. Не, не умрет. Не так все просто, я понял. Давай. Харли, добивай. Отлично. Так. Давайте посмотрим, что мы с этого получили. Пойдем дальше. По идее, мы также получили 130 гилей. И семя. Ну да. Все то же самое абсолютно. Ничего не отличается. Ладно. Так. Давайте здесь разглядим. Может я здесь не увидел где-то этого клопа как такового. Как это было написано в прохождении, скажем так. Мы должны потрогать какого-то клопа. Ну клопов я здесь не вижу. Скажем так, что-то здесь не то. Что-то здесь не то. Может быть дальше перейти надо. Да и здесь тоже не то. Там тоже есть сундук, но пока сундук трогать мы не будем. Так, это не то. Здесь внизу пошевелить ничего нельзя. Давайте пройдем сюда. Вот эту штуку потыркаем. Ну тоже фиолетовый, я понял. Луковичка нас уже поджидает. Я понял. А, стоп, подождите. Может нам все-таки дальше надо? Я тут вот что-то так подумал. Тут же воды еще много. Тут много места с водой, скажем так. Даже больше скажу. Актинию нашел. Как... Не саму актинию, а скорее ловушку для актинии. Живучий, сволочек, кстати. Очень живучий. Хотя, наверное, по степени живучести я их, наверное, разметил бы таких же, как и луковички. Где-то плюс-минус, ну... ХП-203. Не, не 200, конечно. Хотя нет, почему? 200, скорее. 150, наверное, даже. 150 с лишним. Может 170. Ну не 200. Чуть меньше 200. Я могу ошибаться, конечно, но скорее всего это так. Так, получено 48 гиль, и, кстати, денег с них вообще не падает практически. Ну и два глаза орла найдено. Окей. Так, а мы сможем здесь выбежать так аккуратно? Да, можем. Чтоб не цеплять луковичек всяких. Так, здесь опять глупые. Эти водомерки. Водомерки нам не нужны, я бы не хотел с ними пересекаться. Пойдемте дальше. Так, так, так. Пробегаем, пробегаем. Отлично. Пробежали. Так, здесь не то, это тоже не та ситуация. Во, вот здесь, походу. Не двигается. Папа сказал, что там есть одна полезная вещь. И он пошел в эту пещеру. Но потом сверху упала большая скала, и папа оказался в ловушке. Папа. Понятно. Здесь мы можем подняться, но здесь я никаких клопов не вижу. Хотя, возможно, это рано. Надо потрогать какого-то клопа, он должен запрыгнуть в какую-то дырку, оттуда вылезет мужик, который выдаст нам грипп. Вроде как так. Где-то что-то. Может быть, все-таки клопы это вот, вот эти вот водомерки, как таковые. Ага, понятно, это не оно. Да, может и оно. Может, сейчас он после победы туда и запрыгнет. Сейчас посмотрим, давайте глянем. Так, ну он не умер. Он явно не умер с первого раза. Ну что, побеждаем второго. Второго мы победили спокойненько. Получено 432 гиля. Максимальное лечение. Получен лекарство плюс и аквашар. Не, не то. А вот он, типа, трупик лежит. О! Самое то. Ах! Ух, я выбрался. Фью, зайти-то я зашел, но вот выход найти не смог. Спасибо вам за помощь. Возьми этот знак моей благодарности. Я нашел его в пещере. Линкс получил гриб. Во, отлично. Теперь мы нашли то, что нам нужно. Уходим отсюда. Так, главное, чтобы нам ни с кем особо не пересекаться в плане битвы. Не хотелось бы. Они все равно бесполезные какие-то. Особенно луковички и все тому подобные противники. Грибок я нашел. Осталось только доползти до водопада. Так, вот заходим под водопад в пещерку. Так, гриб, по идее, должен быть здесь. О, мухомор. На. Не. Эй, покажи мне этот гриб. Ух ты. Это очень редкий гриб, который растет только в гардии. Или так кажется? В любом случае, мы ему... Мы заключим сделку? Твой гриб в обмен на мое сокровище. Давай. Лучше ему быть вкусным. Ох, богатый этот аромат. Ох. Ммм, как он тает во рту, но... Как мякоть выдает вкус. Пам-пам. Вкусно. Какая чума. Что, у меня что-то на лице? А? Ха-ха-ха. Апчхи. А? Что за... Нет. Грибной монстр. Как вы могли со мной так поступить? Это все ваша вина. Извините. Я знаю, почему бы тебе... А, я знаю. Почему бы тебе не присоединиться к нам? Это замерзшее пламя сможет вернуть тебе нормальный облик. Ну, отлично. Так я и поступлю. Я проведу вас по глубинам ада. А-а-а. А-а-а. Апчхи. Фангай присоединился к команде. Да пусть будет Фангай. Его проблемы. Так. Ну, пока тоже не будем его трогать. Давайте заберем его сокровище, как он обещал. Талисман леса получен. Так. Ну что, все. Пойдемте на карту. Выйдем мы здесь аккуратненько. Не выйдем. Вопрос. Ну, я надеюсь, что выйдем спокойно. Без всяких проблем. Так. Луковичка пошла в том направлении. Мне это не нравится. А, отлично. Мы пробежали без луковички. Великолепно. Так. Пробегаем дальше. Тут еще их две штуки. Так. Одна бежит за нами. Отходим. Пускай пробегает мимо. Ну и выходим тогда отсюда. И выходим на следующую, на предыдущую локацию еще. И осталось пройти эту локацию, и мы вышли на карту. Отлично. Я что-то того клопа даже сразу и не заметил-то, по сути. Так, ладненько. Давайте я направлюсь к тому месту, куда нам следующая серия передвигаться. А пока сохранимся. Хотя, на самом деле, по-хорошему надо бы не сюда, наверное, нет. Давайте лучше зайдем в... в термину. Да и там сохранимся. Вот здесь. В отеле, так скажем, как таковом. Кстати, здесь никого нет. Странно. Ладно, сейф лоуд. Сейф. Карта первая. На пятый слот. Сохранились. Так, я проверю на всякий случай. Да, все отлично. Ну, а на этом все. Если понравилось видео, ставьте лайки. И подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Увидимся позже. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok